Добрый день, дорогие коллеги! Меня зовут Игорь Суждольцев, и мы начинаем очередь передачи обзор рынков САКСа на Интерстрине Инвесторов Ютрейд ТВ. Сегодня у нас 7 июля 2021 года. Давайте посмотрим, что интересного есть на рынке, как изменилась ситуация по сравнению с нашим утренним обзором. И чуть больше внимания уделим европейскому рынку ценных бумаг, поскольку мы не часто его касаемся, но и вот в 13.00 это время, когда мы делаем, и смотрим мы этот рынок на терминале САКСа Трейдер Гоу датского банка САКСа Банк. Давайте посмотрим с вами, как можно торговать по обзорам рынков самого САКСа Банка. Сделать это легко. Под главным экраном есть баннер САКСа Банк обзор рынков. Нажимаете на него, попадаете на странички, где эти обзоры публикуются. Можно зайти, посмотреть и заработать кучу денег по этим прогнозам. Ну, а я открываю САКСа Трейдер Гоу, на котором мы с вами совершаем сделки. У нас не портфель по заявкам, но все вместе выбираем интересные инструменты, чтобы на них заработать. Ну, что, коллеги, давайте с вами посмотрим. Значит, серебро. Основная тема сегодняшнего дня. Мы его продавали. Так, давайте. Я выведу сюда. Серебро. Ну, мы его продали. Оно скачет вверх-вниз, пока зона отрицательная. Что делать с этим инструментом прямо сейчас? На мой взгляд, ничего не делать. Я вижу укрепление доллара. Укрепляющийся доллар, я считаю, затащит. Затащит. Сейчас, коллеги, секундочку. Затащит инструмент в сторону ослабления. А я, кстати, не пойму, где у нас история. История сделок. Сейчас, секундочку. Вот, исторические отчеты, да? Отчет исполненной сделки открыть. А, я понял. Я хочу сказать, что у нас баланс счета увеличился. За счет доллара-рубля сделочка закрылась. Ага. Понятно. Сейчас, коллеги, секундочку. Я еще раз нажму. Ну, доллар-рубль, понятно, стрельнул. А вот. И сделка у нас закрылась с прибылью. Понятно. Так что у нас сейчас 103 тысячи 545 общий баланс счета. Правда, у нас есть убыточек. У нас есть убыточек. Ну, не убыточек, точнее, а просадка. Да, вчерашняя отложка, спрашивает коллеги. Вчерашняя отложка сработала или нет? Нет, не сработала. 27-65 нам котировку не дали. А, ну и ценник-то такого не было. 27-65. Мы уже очень высоко поставили его. Ну, давайте, кстати, разберем. Хорошо, что напомнили о вчерашней отложке. Давайте разберем ход событий. Смотрите. Вот у нас серебро. Весь день. Давайте посмотрим. Вчера проход наверх серебра был большой. Потом его прокинули. Но 27-65. То есть очень высоко. Вот видите, лимитный орден написано. Лимитный орден на этом уровне. Мы не ударили. Мы не ударили. Ну, мы значительно до него не дошли. Наоборот, развернули. Сейчас, правда, опять серебро укрепляется. То есть мы пока в минусе. Но отложку не сняли. То, что сейчас серебро укрепляется 26-38 в моменте. Ни о чем, собственно, не говорит. Оно может провалиться в любой момент назад. На следующем витке укрепление доллара. Доллар может затоптать и серебро совершенно спокойно. Юрий Ямал пишет. Если будет плюс по первой сделке, то нужно и отложка снять. Ну, конечно. Конечно, будем снимать. Мы помним. Мы помним все эти отложенные заявки и действуем соответственно. Ну, что, друзья. Серебро, проданное на Саксо Трейдер Гоу, на ваш взгляд, стоит ли что-то делать с этой позиции? Будем ли как-то ей управлять? Будем ли продавать? Вот в чем вопрос. Еще раз. Доливаться. Какие мнения? Пять минут на размышления. Давайте. Давайте включим пятиминутный график, кстати говоря. Что творится сейчас? Боковик, боковик. Выстрелили наверх. Просадочка. И опять выстрелили наверх. Вот перед вами, коллеги, график и вопрос знатокам. Что продолжится? Какое будет продолжение? Дальнейший рост серебра или пойдет вниз? Юрий Ямал пишет. Если на долгосрок, то лучше купить и забыть. Купить и забыть очень даже интересно. очень даже интересно. Ивер пишет. Доливаемся сейчас по рынку? Вы имеете, доливаемся в продажу, правильно? Ибо инфляция, пишет Юрий Ямал. Ну нет, долгосрока у нас нет, Юрий. Мы инфродейт торгуем. Иногда на 2-3 дня оставляем позиции. Ну давайте, друзья, аналитика, аналитика нашего коллеги подсказывает, что можно удвоиться. По сути, Мартин Гелем, друзья, Мартин Гелем, продаем. Нажал, секундочку. Чуть золота, очень внимательно нажимать кнопочки, чуть золота не продали с вами. Значит, торговля по рынку, продажа 1000, от текущей 26, 38, 83, а, 26, 39, 67, АСК. Все. Вроде бы, ничего мы не забыли. Подтверждаемся. И вот, мы с вами стали счастливыми обладателями 2000 кройских функций. Серебра, короткая позиция. И подтвердили. То есть, ждем разворот. Север. Ну, а теперь, вот чисто по-русски, вот, тогда убираете лимитку на продажу. А почему? А вдруг сейчас пойдет против нас и третий раз подобрать? Почему убирать? Если мы верим в разворот. Нет, я это убрать могу, просто я не пойму логики. А зачем? Мы лестникой набираем позицию. Вот, если сейчас развернется, вы абсолютно правильно сказали, если нашу заявочку исполнит внизу на тейп профите, то, естественно, мы закроемся. Ну, или просто сами закроем, да. мы в просадочке, мы ее видим. Ну, 470 доллара, 479 доллара просадка, это не что-то ужасное. Поэтому, друзья, смотрим, наблюдаем. Ну, давайте еще раз выведем на весь экран перебро. Зацепились мы с ним пятиминутка. Вот, и заметьте, мы толкнули рынок вниз. Вот только мы продали и просто запихали вниз. и сразу пошло все вниз. Вот, видите, как полезло серебро вниз, импульс какой пошел. Так положено все по-взрослому. В общем, друзья, ждите, ждите туда, куда-нибудь глубоко на 26. Давайте, единый график включим. Вот у нас две сделочки, две продажи. вот они хорошо видны. Вот, ну и давайте смотреть, куда повлечет нас рок событий. Далее, друзья, доллар, рубль закрылся. По take profit, заработали мы тысячи длины, долларов. Значит, другие инструменты. Рынок акций. Concom у нас длинная позиция, это IT-компания германская, пока в легком минусе. Conu тоже пока в минусе. DAX, ну, у нас купленные путы, тоже пока в минусе. И L'Oreal, что меня особенно возмущает, тоже в минусе, хотя я активный пользователь L'Oreal, и я считаю, что L'Oreal для меня должен был просто разбиться, понимаешь, но вырасти. Ну, как видите, вот к вопросу об инвестициях. Вот долгосрок ничего еще не кормит, долгосрок убытки, а спекулятивные позиции принесли нам 3565 долларов. Вот с них, вот с этих денег можно жить. И с долгосрочными инвестициями в рынок акций, мне кажется, вообще это нефть. Просто если человек понравится, и он что-то зарабатывает, деньги, ну, конечно, хорошо, но так ставить, делать на это ставку, это надо быть там уже сверху спиаренным, наверное, каким-нибудь трейдером. Но с другой стороны, есть люди, которые зарабатывают и на спекуляциях, и на долгозроки, на инвестиционных, я имею в виду, стратегиях. Поэтому то, что, допустим, у меня не сильно получается, вот, это не говорит о том, что это нельзя делать, просто надо ясно понимать, друзья, что как только разошли фондовый рынок, это не интродей, естественно. Вот, интродей, это быстро, почему мне и нравится. Павел Дагаев пишет, у меня плюс 18 евро, у вас, конечно, потому что вы заходили раньше, вот, это же мы у вас все эти идеи взяли, ну, собственно, Канкум, например, да, мы заходили позже значительно к вас, ничего удивительного в этом нет, что разные будут показатели, да, это нормально, коллеги, кстати, с САКСа договорились по ДМГ, сейчас, друзья, там много разных разговоров идет по разным темам, поэтому пока еще, да, кстати говоря, сейчас вся Европа практически, это, практически в отпуске, особо ни с кем не поговоришь, особо ни с кем не поговоришь, сейчас одну секундочку, я отмечу себе один момент, вот, мы сделаем обязательно, естественно, Европа, кстати, любит отдыхать на День Независимости тоже, так же, как Америка, ну, понятно, на Америке много занимаются, много зарабатывают люди, поэтому, когда отдыхает Америка, инвесторы, специалисты во многих странах мира тоже отдыхают, вот в чем правда жизнь, все, друзья, вот так выглядит рынок, тот, который мы уже посовершали, по которому мы уже посовершали сделки, вот, из сегодняшней темы, кстати говоря, а давайте что-нибудь еще посмотрим, вот, с Евгеной комодитис, например, что у нас тут есть, у нас тут есть сахар, золото, сахар, вот я никогда в жизни не нажимал сахар, я даже не представляю, как он вообще работает, какой-нибудь график, как он там продается, на тонны или на паунды, так, 18.00, вот что-то с сахарем стоит 18.00, весь экран, график растущий, дневной, 5-ти минуточку, давайте посмотрим, просели, два раза отбились, и мне кажется, пойдем наверх, хочу купить сахар, друзья, как вам такая идея, приобрести сахар, на комодитис, приобрести его по рынку, покупать, в фунтах, сразу высказала циферка 100, да, давайте приобретем сахар, минимальный, ниже, да, окей, давайте увеличим, 200, будем нажимать, пока опытным путем у нас не примут, 300, 300, нет, да, ну, так, порешительнее, если взять 1000, допустим, так, хорошо, 2000, сколько же надо сахара-то набрать, я тут затарюсь весь, по фунту, а еще как можно, калькулятор, ничего не пойму, сколько же надо сахара-то набрать, ниже минимального размера лота, установленного биржи, вот надо почитать, вот вы скажете, Игорь Николаевич, да почитайте, не корячьтесь, надо почитать, ну, ну, лень же, ну, давайте 10 тысяч поставим, о, сработало, фуф, так, хорошо, окей, значит, что у нас добавилось, добавился к нам сахар, номер 11, в Нью-Йорке, и на сорт такой, да, вот, взяли мы по 18.02, надо поставить take profit, давайте поставим, take profit какой, давайте поставим 20.15, ой, 120 поставил, и чтобы не долбиться, установить ордер, поставили, мы же были 20 здесь, подождите, подождите, надо посмотреть, где мы были, то вообще, может мы 20 никогда в истории не были, может тогда скромнее надо быть, 20 мы не забирались, на хаях были 18.25, да, не, давайте поскромнее тогда сделаем, а то мы так никогда в жизни не, так, сейчас мы поменяем, 18.25 давайте поставим, тоже мало, 70, 18.70 давайте поставим, мы вообще на хаях прикупили, получается, болезнь, 18.20, давайте поставим, на хаях купили, 18.02 купили, 18.20 цель, так, и что, и будем тащить его наверх, север прикладывает нам свою идею по сахару, да, Павел, мы увидели, ага, что там сумму надо ввести, и объем нам дадут, я понял, но опытным путем установили, вот таким образом, а вот там, есть кнопочка калькулятор, где слово фунты, север дает идею по сахару, давайте посмотрим, друзья, идею с севера по сахару, и посмотрим, Питерс на сахар в США, номер 11, да, такой же, месячный, и вот видит, сахар наверх, аж на 24, туда, о, что себе, смотрите, как сахар растет, друзья, мало кто торгует им, может быть, мы все вместе, мы для этого же собираемся, находить новые инструменты, новые варианты заработков, ну, вот центральная идея, 20, так сказать, это месячный график, эта песня очень долгая, я так долго не хочу торговать, поэтому 20 не поставлю, там 2-3 месяца можем идти туда, вот я поставил 18, 20, посмотрим, сколько мы на этом заработаем, но тренд, динамика, мне кажется, север, спасибо большое вам за вашу аналитику, посмотрите как, убедительно очень, что мы оттолкнулись, идем наверх, идем на уровень этих хаек, я думаю, что это реально, реально тема, вот, ну, и давайте еще раз, так сказать, откроем, ловись экран, сахар номер 11, Нью-Йорке, кто не знает, что это такое, не пугайтесь, вы не одиноки, вот, ну, сейчас, как обычно, естественно, я нажал, длинный, открытие, открыть, ага, а вот, и, как обычно, несколько все подсело, но я надеюсь, что мы дождемся своего часа и выхода плюс, все, друзья, давайте тогда на этом свою активность сегодня приостановим, тем более, что мы с вами сделали сегодня большое важное дело, вошли в новый инструмент, который я никогда в жизни не нажимал, сахар, который называется Нью-Йорк, видимо, сахар номер 11, вот, здесь также указано, что октябрь 21, это CFD, контракт на разницу, видимо, на фьюч, ну, понятно, раз вот так, 21 октября, это фьюч, вот, давайте посмотрим, интересно, интересно, сахар, понятно, товар ежедневного пользования, ну, так сказать, без него никуда не деться, вот, кто-то любит этот инструмент, кто-то торгует им, кто-то любит этот товар, хотя врачи говорят, надо поменьше сахара потреблять, ну, кто же слушает, вот, ну, и опять же, самое главное, мы с вами в своей аналитике, мы с вами открыли новый инструмент и попытаемся на нем заработать, все, коллеги, спасибо всем большое за сегодняшний эфир, напомню, что мы с вами по доллару и рублю хорошо заработали, тэк-профит закрылся у нас, мы получили прибыль, около двух тысяч долларов, чему, конечно, очень рады, это замечательно, надеемся, по сахару заработать столько же, спасибо коллеги, всем удачи.